Найти любовь онлайн сегодня несложно. Для этого есть большое количество сайтов и приложений для знакомств. Но сотрудники, как считают многие из старомодных брачных агентств, не унывают. Интернетные знакомства – им не конкуренция, скорее наоборот. Разочаровавшись в самостоятельном поиске партнеров сети, люди приходят к помощи агентов. Что мы видим на сайтах знакомств? Там очень много разноплановых людей с разными целями. И ту информацию, которую мы там видим, она зачастую недостоверна. И общаясь с кем-то, во-первых, это общение трансформирует. То есть мы не понимаем, правда ли это, кто с нами общается. И когда мы доходим, допустим, до встречи, получается, что это совершенно другой человек. В каталоге брачного агентства анкеты мужчин и женщин от 27 до 82 лет. Своих клиентов, уверяют здесь, знают в лицо и ручаются за каждого. Мол, сюда приходят те, кто ценит свое время и твердо намерен создать семью. У одного из брачных агентств таких клиентов сегодня около 500. Во второе международное обращается больше людей. Обе организации находятся в одном кабинете. Соседство помогает оставаться на плаву. Это наши девушки, которые знакомятся с мужчинами-иностранцами. А наоборот не бывает? Ну, в целом бывает, но в нашей практике это как бы не развито. Больше всего пар у нас с французами. С французами и, наверное, с мужчинами из Азии. В последние несколько лет Южная Корея, Япония очень, так скажем, активизировались. И, в принципе, девушки наши тоже стали к ним проявлять интерес. На фоне происходящих мировых событий, рассказывает руководитель агентства, знакомиться с иностранцами меньше не стали. Но в отдельных случаях уже сложившиеся отношения не выдерживают политического накала. Так, союз француза и русской распался из-за разности взглядов. Кроме того, проблем в любви добавили трудности с перелетами и сроками оформления документов, тех же виз. Однако русские красавицы, говорят в агентстве, продолжают искать заграничных принцев и пользоваться у них повышенным спросом. Анна Рашигирова, Александр Антропов, День с толком.